Дисклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До старт! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. В эфире рейтинг главных событий недели, и мы его сегодня по традиции проведем вместе с политологом Димашем Альжановым. Смотрите в выпуске. Находящийся под судом полковник КНБ Руслан Искаков в своем письме в новую газету подрывает официальную версию Кантара. Первые шаги нового премьера Олжаса Бектенова. Какие задачи он поставил перед правительством? Сейчас начнем, а пока подпишитесь на телеграм-канал Альжанов, а также на аккаунты Димаша в Фейсбуке и Инстаграме. Не забывайте подписываться на канал Гиперборей. Количество подписчиков у нас уже перешагнуло отметку 360 тысяч. Нажимайте на колокольчик, будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. Я всегда благодарю вас за поддержку канала. Коп-коп, Ахмед. Огромное всем спасибо. Вы с Бергемез. Мы делаем Гиперборей вместе. Проще всего послать донат через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковских карт Халы и Каспий Голд. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системе международных переводов PayPal. Все ссылки, номера, реквизиты вы найдете внизу в описании к этому ролику. А мы начинаем. Димаш, добрый день. Добрый день, Вадим Николаевич. Приветствую ваших слушателей. 5 февраля российское издание «Новая газета» опубликовало большой материал под заголовком «Власть перекладывает ответственность за свои преступления» и под заголовок обвиняемый в организации массовых беспорядков в Казахстане полковник госбезопасности Искаков о том, что на самом деле произошло в январе 1922 года. Материал основан на письме, которое 31 января полковник якобы передал из СИЗО, где он находится уже много месяцев вместе с другими подсудимыми. Руслан Искаков – это тот самый, который заявил на суде, когда он еще был открытым осенью прошлого года, что во время Кантара ему отдавал приказы первый зампред КНБ Самат Абиш, после чего в отношении племянника Назарбаева было, наконец, заведено досудебное расследование. Мы с вами не можем проигдорировать эту публикацию, поскольку новая газета – уважаемое издание, главный редактор которого, Дмитрий Муратов, является Нобелевским лауреатом. Однако появление этой статьи вызывает вопросы, ответов на которые в тексте нет. Например, каким образом письмо попало в распоряжение редакции из закрытого учреждения, почему редакция не воспроизвела скриншот оригинала письма, почему письмо отправлено иностранному изданию, почему ни сам арестант, ни его адвокаты до сих пор не подтвердили и не опровергли это письмо, хотя прошло уже больше две недели, ну и так далее. Димаш, прежде чем мы приступим к разбору этой публикации, я попрошу вас дать оценку самому факту его появления. Ну, здесь я думаю, что нет скриншотов, потому что, возможно, письмо писали другие люди. То есть, исходя из текста, мне складывается ощущение, что это была редактура хорошая со стороны журналиста или человека, который умеет работать с текстом. И если посмотрите на заглавие текста от редакции, то видно, что и манипулятивная сторона тоже сохранена, где российские войска называются миротворцами, протестующие террористами. Я так думаю, что поскольку адвокаты находятся под... То есть, они не могут разглашать данные следствия и какую-либо информацию, то письмо вышло, возможно, через каналы, которые не связаны непосредственно с адвокатами. Поэтому, возможно, и этим связано то, что оно появилось именно в российском издании. Как это делается, возможно, можно узнать, исходя от тех людей, которые связаны с первым письмом, как этот лик прошел. Но здесь не суть важна. Здесь, я думаю, важно то, что, с одной стороны, письмо манипулятивное пытается вывести из-под удара Искакова и Дикого Армана, представить их достаточно позитивными персонажами во всей этой истории. И, ну, и, с другой стороны, она достаточно даже в попытке оправдать их, проливает свет на некоторые обстоятельства, которые мы можем изучить, сопоставить с тем, что мы сейчас знаем, и с тем, что мы сами непосредственно наблюдали, и посмотреть действительно, как не только та версия официальная с террористами, но и также о госперевороте, который, на мой взгляд, на тот момент его не был просто. Почему на появление этого письма отреагировали считанные казахстанские издания, хотя оно, по всем признакам, является информационной бомбой? Ведь точно так же наши медиа замолчали фактически январское интервью подполковника погранслужбы запаса Садвакасова, YouTube-каналу Азатык. Да, безусловно, здесь же то, что выходит, и то, что не планировалось, и на что еще не разработаны определенные информационные, скажем так, месседжи, то эта реакция, она идет или запоздалой, или она идет со стороны отдельных энтузиастов. То, что вот мы наблюдали. Несколько комментариев разных телеграм-каналов, или от разных журналистов, но не более. С другой стороны, поскольку все сшито настолько плохо, и мы с вами говорили, что версия Тукаева, наспех созданная, без серьезного расследования, без раскрытия хотя бы тех фактов, которые не представляют гостайны, а это правила расследования и подобных судов, то есть можно раскрывать информацию, которая непосредственно касается государственной тайны, то версия официальная, она просто не состоять. И сейчас, когда выливается разная информация со стороны участников или исполнителей в той грязной работе, которая была в январе 22-го, в ходе подавления протестов, то, я так полагаю, администрация Тукаева выбрала путь просто игнорировать все эти вещи. Предлагаю сейчас подвергнуть критическому анализу то, что написал полковник Искаков, как это все соотносится с тем, что было на самом деле. Сначала о том, что привело к Кантару. Я приведу дословную цитату. Причина перерастания протеста в массовый была в том, что под руководством президента, правительства и Министерства нефти и газа, я тут отмечу, что такого министерства у нас в правительстве нет, есть Министерство энергетики, которое тогда возглавлял Макзум Мирзагалеев, нынешний глава Казмуна и газа. Так вот, правительство и министерство выжимали зятя Назарбаева-Кулебаева, контролировавшего сферы нефти и газа. Заигравшись переделом сфер влияния в экономике, они затронули социально болезненную и уязвимую область. В итоге повышение цен на сжиженный газ, наряду с накопившимися социальными проблемами, стало последней каплей для всех. По сути, протесты были спровоцированы правительством и профильным министерством, подотчетным и согласовывавшим свои действия с президентом, который возглавил страну еще в 2019-м. Руководство КНБ вело себя сдержанно и уверенно, так как ранее информировало администрацию президента и его самого о возможных протестах. На заседании Государственной комиссии бывший зампред КНБ Ергожин предлагал снизить стоимость газа до первоначальной, но его не поддержали правительственные чиновники, пояснив, что тем самым государство покажет свою слабость. Димаш, для меня новое здесь в том, что, по словам Искакова, повышение цены на автогаз было не столько сговором поставщиков, сколько произошло с прямого ведома, если не по поручению правительства. И фактически полковник обвиняет здесь руководство страны в спровоцированном конфликте. Что вы думаете? Смотрите, я думаю, здесь очень интересный момент, поскольку все спорили, с чего это началось. И если со стороны Искакова выдается такая информация, она должна быть хорошо проанализирована, я надеюсь, журналистами, другими лицами, которые заинтересованы в раскрытии этих обстоятельств. Тем более, когда речь идет о решениях правительства, то это всегда имеет определенную запись. Документы и так далее, и так далее. То есть в новостях это как-то циркулировало. И посмотреть действительно, что происходило на тот момент, какие решения принимались со стороны правительства. Мы знаем, что правительство под отчетным президентом. В этом отношении и его определенные действия всегда согласуются то ли с администрацией, то ли напрямую всегда с самим президентом. Другой момент. Здесь также надо понимать, что это все в контексте живетели. То есть страну готовили к протестам 30 лет. Тем, что максимально выжимали из нее ресурсы, используя свое политическое положение. Поэтому если даже это решение принималось не целенаправленно для того, чтобы возбудить протесты, а просто потому, что так всегда было можно, и почему в этот раз бы не сделать еще раз. Особенно если вы связаны с газораспределительными компаниями или контролируете, или есть определенные прямые интересы политического руководства в бизнес-структурах, то такие решения, конечно, могут приниматься. Еще раз скажу, все эти вещи необходимо проверять, поскольку, как мы с вами прошлый раз обсуждали, все стороны заинтересованы в продвижении своей версии и максимального снятия ответственности с себя. И в этом ключе только проверка фактов и сопоставления нам может позволить эту картину более-менее прояснить. Но то, что здесь Искаков напрямую обвиняет президента Токаева, это очевидно. То есть в этом отношении письмо, оно достаточно как бы таргетирует. То есть здесь виден этот момент. Но с другой стороны мы также видим, что письмо таргетирует и направлено против самого Абиша, непосредственного начальника Искакова. И это также связано, и в письме это написано, о том, что сам Искаков и Дикий Арман выпали из сделки, или договоренности, которая идет между Назарбаевыми и членами его семьи. Да, мы сейчас к этому перейдем. Что касается предыдущего фрагмента, то, я думаю, при желании устроить ему факт-чек нетрудно. Ведь Искаков не назвал дату заседания этой комиссии, а если оно состоялось, даже закрытое, все равно оно должно быть запротоколировано. И кто там что говорил. Дарья, вот один из ключевых моментов. В КНБ и других правоохранительных органах творился хаос и паника. Для примера, в тот день проведена эвакуация департамента КНБ Пола Мааты, при том, что их здание не захватывалось. Мы помним, что там были захвачены арсеналы. Глава департамента Мажилов сбежал в Астану. Оперативный руководство центральным аппаратом в тот момент было возложено на первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша. Будучи племянником Назарбаева, он сконцентрировал в своих руках весь массив информации, циркулировавшей в КНБ. На протяжении пяти лет, пишет Искаков, я исполнял его приказы, поскольку он курировал работу пятого департамента КНБ, а затем так называемые спецпроекты. Кстати, вы не знаете, что это такое спецпроекты? Вот мы сам голову ломали. Я так полагаю, вообще было бы интересно узнать, что входило в сферу ответственности Абиша, были ли эти боевики-провокаторы, был ли это контроль за так называемыми организованными криминальными группами и так далее. То есть спецпроекты направлены ли они на подавление свободы и контроля за обществом. Все эти моменты, поскольку сейчас об этом сказано непосредственно человеком, который был в структуре КНБ, то у журналистов есть возможность под подобную информацию попытаться выяснить теперь уже у действующего руководства Комитета национальной безопасности. Ну или, по крайней мере, попытаться пролить на это свет. Я продолжу цитату. В тот день, 5 января 1922 года, Абиш в присутствии Ергожина по спецсвязи отдал следующий приказ. Обратиться за помощью к Арману Джомогильдееву. Искаков пишет. Арман узнаваемый в республике человек, обладает харизмой и авторитетом. Его попросили спасти полицейских, блокированных в Акимате Алма-Аты, и попытаться стабилизировать ситуацию на площади республики. Димаш, само это признание, конечно, шокирует. Хотя, искаков о нем, рассказывает как о чем-то само собой разумеющемся. Первый замрет КНБ в условиях, когда силы нацбезопасности и правоохранительные органы дезорганизованы и деморализованы, приказывает обратиться за помощью к человеку, которого в стране называют криминальным авторитетом, чтобы он навел в городе порядок и спас полицейских. Об абсурдности происходившего говорят такие детали, которые выглядят достаточно жизненными. Прокурор Алматы Жуи Ректаев, который принимал участие в работе Алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом и обеспечивал законность принимаемых решений, просил отправить в дом его родителей ребят Джума Гильдеева, что я и сделал, обратившись с просьбой, к дикому Арману. В последующем Жуи Ректаев санкционировал мой арест, инкриминировав незаконность привлечения Джума Гильдеева для охраны больниц. Вопреки закону Жуи Ректаева и его зама, даже не допросили по этим обстоятельствам. Прокурор города огромного мегаполиса просит полковника КНБ прислать ему ребят из криминала, чтобы они защитили его родителей от других бандитов, а потом санкционирует арест своего благодетеля. Димаш, я еще раз скажу, что, как тебе странно, это все выглядит довольно правдоподобно, особенно с прокурором, учитывая нравы в наших городках. Однако, здесь же, на мой взгляд, версия сильнее всего и провисает, поскольку, если Дикий Арман главный миротворец и Робин Гуд, то кто же, в конце концов, его антагонист? Та организованная сила, те условные ребята в красных куртках, которые раздавали оружие из грузовиков и организовали атаки на департамент полиции, Акимат и резиденцию президента, которыми они руководили. Правда, Искаков пытается сделать виноватым Облязова. Цитирую. Главный оппозиционер Облязов из-за рубежа призывал к протестам координации действий через штабы его экстремистской партии ДВК. Ну, это, очевидно, была КНБшная легенда, потому что Искаков ограничивается двумя строками и дальше эту тему не развивает. И даже в официальной версии мы помним, что следа Облязова не присутствует. Еще цитата. Именно по моей просьбе, говорит полковник, и во исполнение приказа Абиша Арман Джомогильдеев вышел на площади республики, увез значительную часть протестующих к памятнику независимости. Он сделал все, что мог, при этом пострадал сам. На него напали те, кто хотел разрастания конфликта, крови и хаоса. И сейчас я считаю тот приказ Абиша обоснованным и правомерным, исходя из обстановки. Просто патрон клиентские отношения. Цель и задача объяснялись текущей ситуацией. Сомнений в необходимости исполнять такой приказ у меня не было никаких. Димаш, так почему Искаков не сказал, кто хотел разрастания конфликта, крови и хаоса? Смотрите, в этой ситуации, я думаю, подобная конструкция письма, она очень сильно самого Искакова подставляет. Во-первых, всем понятно было, что ребята сделали свое дело, по всей видимости, и их пустили в расход, как для этого сделали с Масимовым. Он не говорит о людях в красных куртках, о сотрудниках, которые, по всей видимости, формировали эти организованные группы. Обратно сошлемся здесь на Альнура Мусаева, который имеет больше опыта в структурах КМБ. И умалчивает это умышленно. Для того, чтобы вся эта история казалась, что были какие-то террористы или бандиты, как они пытаются сформировать в этом письме, и что в этом хаосе и критической ситуации он и Джумагильдиев действовали якобы во благо режима. На самом деле, если бы действительно, возможно, Искаков бы более правдивую историю и свою роль, и роль Джумагильдиева рассказал бы, это, возможно, бы лучше повлияло на общественное мнение, с одной стороны, а с другой стороны, возможно бы, в некоторой степени их обезопасил. Потому что неизвестно, что дальше с людьми произойдет, если они будут в заточении. На момент, когда это все происходило, мы обратно не должны себя здесь завести в заблуждение, эти люди работали на режим. Неважно, подчинялись ли они напрямую Абишу или напрямую президенту, другие структуры, все были заинтересованы в том, чтобы протесты подавить. Люди организовывали эти протесты в Великой Эскалации. Если помните, Джумагильдиев ловил простых протестующих, бил их, а потом передавал в основной штаб, который находился в аэропорту, и со свидетельств потерпевших они были переданы сотрудникам КНБ или каким-либо еще структурам, неважно, правоохранительным, которые их там держали в контейнерах. Да, эта информация идет со стороны непосредственно потерпевших. То есть в этот момент определенная структура и координация между ними была. Если в штабе основном, помимо сотрудников КНБ, были и другие правоохранительные структуры, прокуратура или другие, то очевидна координация действий между силовыми органами. Если штаб находился в аэропорту, и его позволили захватить небольшой группе протестующих, заранее убрав армию, то здесь еще больше возникает вопроса, как это могли допустить, и не присутствует ли за всем этим четкая координация действий разных силовых структур, возможно, в хаотичном порядке, возможно, как это может быть в Казахстане, с учетом всей расхлябанности и деградации, то это происходило. Поэтому здесь очевидно, что они пытаются вывести себя из-под удара, вывести, возможно, Комитет национальной безопасности под удара. И вот та остальная часть письма, которая переадресовывает или перенаправляет ответственность на другие силовые ведомства, она, возможно, тоже в некоторой степени попытка защититься с тем, чтобы круг подозреваемых или круг людей, которые непосредственно должны быть с субъектами этого расследования расширить. И с тем, чтобы обратно-таки, если вся другая противоречивая информация выйдет на поле, а вообще на информационное поле, то это стратегически позволит им иметь более, скажем так, ну, по крайней мере, обозначить соучастников всего этого процесса. Вот, кстати, об этом перенаправлении стрелок. О роли Тургумбаева, бывшего министра внутренних дел, тоже сказано достаточно обильно. Цитирую. «В тот момент на площади скопилось около 20 тысяч митингующих по дезинформации министра внутренних дел Тургумбаева, названных боевиками, напавшими на Алматы извне. Фактически же это были жители города и близлежащих населенных пунктов, но никак не террористы из Афганистана и Сирии». И дальше. Тургумбаев, искажая реальные факты, избегая собственной ответственности, указал на Армана Джума Гильдеева как на организатора массовых беспорядков. И еще. Уверен о несуществующих афганских и сирийских боевиках, президенту доложил бывший министр внутренних дел Тургумбаев. Он должен был в числе первых понести наказание за системные провалы в обеспечении правопорядка и общественной безопасности. Мы до сих пор не знаем, кто довел до сведения Тукаева информацию о 20 тысячах террористов. Вроде бы сложился устойчивый консенсус, что это был Масимов. А теперь Искака говорит, что это был Тургумбаев. Но ведь именно эта дезинформация привела к приказу Тукаева стрелять на поражение. Вот, кстати, что говорит об этом приказе сам Искаков. Мне до настоящего момента непонятно, для чего был отдан приказ стрелять без предупреждения главой государства. Это была чудовищная ошибка, поблегшая жертвы. Однако, если первым источником этой дезы был Тургумбаев, то мы видим, что он оказался единственным из руководителей силовых структур, кто не только избежал наказания, в отличие от главы КНБ и министра обороны, но и получал дальнейшие назначения. После Кантара он даже сохранил свой пост в правительстве, которое было сформировано 11 января, а от должности главы МВД был освобожден только 25 февраля 2022 года. Затем полгода являлся советником президента, а с 2023 года получил новую синекуру должность советника антитеррористического центра Шанхайской организации сотрудничества. Что вы скажете о роли Тургумбаева? Смотрите, здесь мы можем проследить, что КНБ напрямую не подчинялась Тукаеву. Поэтому, естественно, структуры силовые, которые были в его подчинении возможны, которые в определенной степени в период кризиса выказали ему лояльность, их ждала иная участь, вплоть до работы, повышения и так далее. Другой момент. Смотрите, а был ли мальчик? Я вот эту версию очень как бы с ней не согласен. Если вам сегодня скажут, на нас напали марсиане, и вы говорите, ну давайте тогда будем в них стрелять. Откуда какие афганские террористы и сирийские террористы в Казахстане? Да еще в количестве 20 тысяч. Человек, непосредственно, который получает информацию до января, в определенном... Я не знаю, какая процедура установлена в администрации Токаева, но определенно человека информируют. Это просто против здравого смысла. В один момент поверить, что в центре Алматы появились 20 тысяч террористов. Это никак не может служить оправданием, потому что человек, который непосредственно курирует словы структуры, имеет определенных своих полномочий, подчиненных в этих структурах. Он не может не владеть информацией. Так что вот в этом компоненте, мне кажется, вот эта спекуляция, она как раз-таки начала появляться после того, как очевидно стало, что 20 тысяч террористов никак нельзя оправдать. Нет ни доказательств ни в морге, нет ни доказательств среди задержанных. И вот сейчас, если заметили, эту тему никто уже не муссирует. То есть она пропала из информационной повестки, и администрация президента тщательно следит, чтобы она была максимально завуалирована или вот ушла в это обсуждение, что наврали, что были какие-то третьи люди, которые дезинформировали и так далее. Мне кажется, касательно... Мы же не можем думать, что страной управляют люди, которые просто ничем не разбираются, и у них определенные сложности когнитивного порядка. Нет, я думаю, это не так. Поэтому это никак не оправдывается. А вот что касательно МВД, мне кажется, в этом письме также прослеживается вот эта линия о том, что все-таки комитет поначалу был под контролем Масимова и Абиша, и в меньшей степени под контролем Токаева. И те возможные действия, которые не согласованно шли со стороны членов семьи Назарбаева и Масимова, который был более лоялен Назарбаеву и Токаеву, они в конечном счете возможно и вылились в определенную форму наказания этих людей и этих структур, которые были скажем, не под полным контролем со стороны Токаева. Поэтому обратно-таки здесь поле для спекуляций большое, но в то же время эта информация направляет нас и как бы дает очертания той дезорганизованности и тому условно говоря раскол окружения Назарбаева, которое было накануне января 2022 года. Но все же что о роли Тургумбаева? Не сказать, что... О роли Тургумбаева. На мой взгляд, когда идет вопрос о подавлении протестов такого масштаба, здесь недавно вчера вышел ролик на Азаты, где они попытались собрать все видеоролики со всей страны и на карте обозначить, сколько людей выходило по стране. И география действительно поражает. Поэтому с учетом этой информации, с учетом тех свидетельств, которые мы имеем, невозможно было не задействовать органы полиции во всех этих сюжетах с подавлением протестов. Потому что полиция, в отличие от КНБ, самая многочисленная правоохранительная организация. Около 140 тысяч, у них служащих. И, безусловно, на мой взгляд, министр должен знать, владеть информацией о том, как действовала полиция и в какой части была ее роль, возможно, в отдельных эпизодах. Особенно, когда это касалось штурмов определенных зданий в Алма-Ате, противостояния. Ведь, если помните, и сам я видел 4 января, космонавтов было в Алма-Ате очень много. Экипированные, сначала шли силы СОБРа, потом шли эти обычные полицейские, вытесняли протестующих. Поэтому, конечно, это все здесь взаимосвязано. И это вопрос будущего, как мы сможем по цепочке или по ниточке все это выиграть и восстанавливать реальную картину событий. Центральным абзацем в повествовании полковника Руслана Искакова мне представляется вот этот абзац. Задержание Джона Гильдивы произошло по указанию из-за рубежа, о чем уже информация была, но не указывали страну. Он расшифровывает. Звонок поступил на телефон председателя КНБ Масиму из России вечером 5 января. Звонивший также проинформировал, что принято решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан. Оно принималось политическим руководством России до заседания казахстанского совбеза. На мой взгляд, с фактологической точки зрения это самое слабое место рассказа. Автор не потрудился его ничем доказать. Как он узнал эту информацию? Кто ему сообщил ее? И кто именно звонил Масимову? У меня вот этот маленький текст вызывает самые серьезные сомнения и подозрения в том, что означенное письмо было написано только ради вот этой информации. В надежде на то, что ее вкупе со всеми более или менее правдоподобными фактами проглотят и в нее поверят. А вы что думаете? Мы до сих пор не знаем в какой степени Россия была вовлечена в принятие решений. Но очевидно то, что такое решение, как послать свои войска для сохранения лояльного себе режима, оно должно идти в координации с политическим руководством Казахстана. И сказать, что политическое руководство Казахстана просто ждало решение со стороны Москвы, оно слишком запутывает нас. И очень много было спекуляций по этому поводу информационного пространства, о том, что Кремль это все запланировал, особенно когда это шло со стороны Арестовича, это все запутывает. Эти вещи просто надо отмести в сторону. Есть политическое руководство Казахстана, есть внутренний процесс, есть люди, которые вышли на протест. В масштабе который был этот протест, его сложно было везде соорганизовать. Даже если были изначально все эти дурацкие решения связанные с ценой на газ, оно выплеснуло то, что годами формировалось. И во многих случаях идея о том, что кто-то кого-то вел, какой-то государственный приворот пытался, это полная чушь. Как могли племянники Назарбаева мыслить что-то, что привело к тому, что вся страна кричала шалкет и даже внутри политической элиты, внутри окружения Назарбаева уже его легитимность была полностью сломлена. То есть и сейчас то, что мы наблюдаем, каждый тюкает Назарбаев это прошлые политические убийства за передел активов, все это последствия января, которые удачным образом для Тукаева его возвысило и позволило ему получить максимальный дивиденд и все с одной степени посмотреть. Поэтому когда здесь говорится о том, что Россия здесь все сама порешала, это не так. Да, она участвовала, да, мы не знаем в какой степени принимали ли участие непосредственно российские войска в подавлении протестов или они были направлены на то, чтобы защитить на тот момент людей, которые находились в Астане, это другой вопрос. Это обратно мы тоже должны детально проанализировать и попытаться понять. Но то, что замес был здесь и то, что люди хотели снести режим, и то, что режим через силовые методы себя удержал, это, мне кажется, наиболее очевидная картина. И вот в этой картине стороны, которые непосредственно были к этому причастны и которые между собой не ладили, потому что окружение Назарбаева не было единым, мы эти признаки видели сначала там ситуации между Тукаевым и Дарьевой, снятие Дарьи с поста, все эти процессы протекали, мы просто их никогда не имели достаточной информации, чтобы о них сделать какую-то серьезную, на их основе делать какую-то серьезную анализ, себя оценку. Ну и вот в момент такой критический понятно, что этот раскол усугубился, и одна сторона, на мой взгляд, в окружении Назарбаева одержала, скажем, вверх над другой, получила лучшие позиции, тем более, когда вся страна требует избавиться с семьи Назарбаева. И вот последующие, как это загладить все эти процессы, вернее, последствия, вот тогда и вышли 20 тысяч террористов и госпереворот. 20 тысяч террористов полностью провалилось, от нее отказались, а госпереворот продолжает постепенно жить, и его начинают всякие информации подкармливать. Но сейчас это даже с учетом контроля за информационным пространством, даже эта версия начинает проваливаться, все понимают, что Масимов козел отпущения, это не значит, что он хороший, не значит, что Искаков хороший. То есть люди, которые соединили комитет национальной безопасности с криминалом, сделали все, что можно, изуродовали страну как можно, обворовали ее как можно, и вот сейчас пытаются из этой ситуации выкрутить, конечно, это всего точно, и никто в это не поверит. Но ситуация есть такая, какая она есть, и мы должны в этой комнате с разными эхами не дать заглушить основные мотивы, основной поток тех событий. Я думаю, у нас, у общества, с учетом наших ограниченных возможностей, отсутствия свободы слова, отсутствия независимых институтов, которые бы все-таки боролись за то, чтобы государство оставалось вне такого негативного криминального или иного влияния, то есть без всего этого нам удается все-таки как-то пытаться эту истину постепенно-постепенно вычленять. Я думаю, это неплохо получается. Димаш, а ведь это не первая утечка письма Руслана Искакова из СИЗО, а ведь это СИЗО КНБ, да? 1 ноября 22-го года телеграм-канал журналиста Михаила Казачкова опубликовал обращение Искакова президенту. Она, кстати, по тональности очень резко отличается от второго, поскольку там он апеллировал к высшей власти, а здесь он ее осуждает уже, обвиняет. Так вот, та версия была гораздо более сдержанной, менее откровенной. Из того, что можно назвать конкретикой, тогда полковник написал лишь вот что. Предвзятость расследования подтверждается неприкрытым уводом от уголовной ответственности бывшего, первого зампреда КНБ, Самата Абиша и других лиц. Но зато в том письме приведены скриншоты рукописного оригинала и текста набрано на компьютере, чего в новой газете не было. Про это письмо тогда сообщило издание Республика КСЗ Медиа. В декабре 22-го года Казачкова задержали и арестовали по другому делу и он провел два месяца в СИЗО кстати говоря не связывал причины своих неприятностей вот с этой публикацией а с другими ведомственными. В феврале прошлого года его слава Богу освободили однако спустя год после первого послания из Какова Самата Абиша все-таки привлекли к делу о Кантаре правда после того как полковник судья заявил что получал приказ о привлечении Дикого Армана именно от Абиша и уже в январе этого года досудебное расследование в отношении Абиша завершили дело передали в суд мой вопрос Димаш заключается вот в чем в первом письме полковника сказано совсем мало но и во втором видно что полковник говорит не все что знает Искаков ведь должен отдавать себе отчет в том что это может быть и последняя малява на волю я прошу прощения за тюремный жаргон почему же он тогда не отвечает на главный вопрос кто был организатором попытки государственного переворота вряд ли он придерживается версии народного восстания я еще скажу здесь если он владеет информацией по всей видимости она связана именно с тем кто отдавал какие приказы и как себя вел какие структуры что делали поскольку если он был частью и курировал многие отделы которые связаны с этим штабом который действовал и он показывает что он владеет информацией то здесь наверняка вот эта попытка сторговаться почему первое письмо отличалось от второго очевидно что изначально они не понимали какая участь их ждет я думаю после ареста и изоляции способность координировать с другими участниками процесса своей версии у них пропало следствие шло и в какой-то момент они начали осознавать что их полностью изолируют дело засекречивает в моменте где он рассказал про Абиша это показали и использовали для казахстанской аудитории потом снова человека изолировали и насколько я помню его адвокаты выходили с инициативой о том чтобы объединить его дело с делом Самата Абиша я думаю это было сделано для того чтобы стратегия защиты что если идет определенный процесс договоренности и Искаков и другие исполнители выпадают из этого процесса то естественно на них не распространяется та договоренность которая может быть между скажем основными политическими игроками в этой ситуации и сейчас с учетом того что все более очевидно становится что они получат определенные сроки и у них не будет возможности как-то выторговаться это письмо в определенной степени возможно и служит неким предложением то есть есть информация я ее огласил и в случае чего подобная информация а возможно более детализированная может появиться наружу наши редкие СМИ пишут что версия полковника Искакова опровергает официальную версию но как мы тут уже с вами говорили официальная версия она не нуждается в опровержении поскольку давно им давно сама себя опровергла ведь даже руководители силовых структур дезавуировали базовые фундаментальные факты про 20 тысяч террористов про отрезанные головы курсантов и так далее и эта версия как Франкенштейн она сшита из разных лоскутов которые от внутренних противоречий они на глазах расползаются поэтому все суды по Кантару и закрытые иначе все эти факапы вылезли бы наружу для всего общества вот версия Искакова в целом у меня вызывает не больше доверия чем версия Аккорды поскольку как вы правильно замечали она нацелена главным образом на выгораживание КНБ и дикого Армана как благородного развойника Робин Гуда и миротворца а кому эта версия выгодна кроме самого Искакова смотрите я думаю здесь есть определенная попытка корпоративные интересы защитить и показать КНБ с лучшей стороны не думаю что Искакова есть и другие институции или возможности на кого-то опираться будучи под арестом и рассчитывать что какая-то возможная будущая помощь ему будет оказана потому что это было наивно полагать что со стороны общества будет какое-то снисхождение к этим личностям особенно учитывая историю с Диким Арманом здесь еще знаете на что стоит обратить внимание поскольку он сам вытащил Армана в информационное поле журналистам возможно также необходимо просмотреть какая взаимосвязь была если помните Дикого Армана раскручивали достаточно длительное время боксерские матчи он ходил на все эти мероприятия показывал себя благодетеля именно позиционирование было такое и в таких медиа как Тенгринюс и другие другие это возможно было совпадение возможно нет поэтому здесь видите поле открыто и все эти мелкие детали которые сходятся или не сходятся их надо отдельно прояснять чтобы была общая картина и иногда не делать ложные заключения на том что это что-то готовило заранее возможно это противостояние было между сторонами окружения Назарбаева но взорвалось внезапно в январе когда никто не был готов и с последствиями которого никто не предполагал бороться иным способом как подавление поэтому здесь важно не запутаться другой момент связанный с этим письмом нам не обязательно этим людям верить нам важно максимально детально пытаться всю эту информацию вытаскивать и сопоставлять как я уже говорил есть разные версии участников сам процесс многослойный от уровня принятия решения заканчивая реализацией заканчивая разными сотрудниками которые были задействованы по всей стране под удар попадают эти люди и поэтому они в большей степени заинтересованы выйти в публичное пространство и озвучить свои версии для того чтобы себя защитить но есть и другие группы которые возможно эту информацию сейчас не раскрывают и возможно тотальное раскрытие обстоятельств иным или тем или иным способом это является единственной защитой людей потому что кейс серьезный в нашей истории это громче чем Жан-Аузе и с политической точки зрения эхо Кантара оно будет временами сотрясать наше общество очень сильно поскольку оно не только дает возможность использовать эту информацию в политической борьбе но оно еще в условиях когда как бы стороны противостояния присутствуют обладают ресурсами и обладают определенными возможностями игры против групп-группы поэтому я не думаю что это последний наш эфир когда мы обсуждаем это я в прошлый раз с какой-то уверенностью это говорил и оно как-то начало всплывать появился так что посмотрим как это все будет происходить Димаш вам что-нибудь стало яснее вообще в конфигурации Кантара после публикации письма Искакова здесь два важных момента оно манипулятивно с тем чтобы вытащить из-под удара Искакова и Дима Ильдиева и со второй стороны оно достаточно жестко указывает на стороны и фактически обвиняет в этой ситуации с повышением цены на газ и с этой точки зрения я думаю нам всегда надо очень скептически подходить к подобным информационным вбросам но с другой стороны еще раз говорю скрупулезно сопоставлять все факты только таким способом постепенно с годами восстанавливая всю карту событий мы сможем прийти вот максимально близкому варианту того что произошло и это нам позволит с одной стороны понять кто какую позицию занимал а с другой стороны возможно это будет одним из моментов которые позволят нам не позволить такому произойти снова поскольку то что сейчас мы имеем оно очень близко к тому что было до января 22 те решения которые принимаются сейчас очень похожи на те что принимались в то время и постепенно вели страну к серьезному к серьезной трагедии и вот на этом надо учиться поэтому восстановление событий января это не сколько примкнуть к противоборствующим лагерям это сколько позаботиться о том чтобы мы себя не подставили еще раз потому что как мы видим люди озабочены исключительно властью в меньшей степени думают о людях и гражданах этих стран всю эту неделю наш канал комментировал отставку правительства Смаиловой и назначение нового премьера Лжаса Бектенова Димаш я знаю что у вас есть своя точка зрения на это назначение и она отличается от того что говорили другие мои спикеры Досом Садпаев и Санжар Букаев с удовольствием вас послушаю да в своем интервью я уже попытался показать системные проблемы во многих интервью и оно часто запутывает людей и заставляет их искать решение совершенно в другой области то есть люди начинают назначить Джакишева или других замечательных людей которые придут и все исправят проблема в том что эту ситуацию исправлять надо с другой стороны безусловно профессионализм личности играет определенную роль но когда у вас правительство находится полностью под президентом и не имеет никакой серьезной легитимности и мандата для действия неважно какую фигуру вы туда назначите она всегда будет ограничена интересами и поручениями президента условно говоря в странах где более-менее нормальная и эффективная политическая модель там правительство формируется парламентом сам парламент избирается на конкурентных выборах у него есть прямой мандат от общества там сидят разные партии и через калицию или через одну партию они формируют правительство и президент в этой модели только утверждает он даже не может он не может не распустить парламент он не может не распустить правительство по своему усмотрению как это ему в голову придет без объяснения без дискуссии без ничего и вот в этих условиях правительство и премьер-министр имеют политическую самостоятельность при принятии решений поэтому если партия движимая давлением со стороны общества в реализации тех или иных обещаний или реформ начинает продвигать это реализовывать через правительство то в нашей ситуации правительство которое назначается напрямую президентом и может быть им только уволено оно зависает и вопрос на самом деле еще хуже усугубляется тем что если у президента нет в голове никакой идеи как экономику развивать а просто есть определенные пожелания чтобы она два раза выросла за 7 лет то она не вырастет два раза за 7 лет потому что правительство не имея никаких полномочий не может реализовывать ничего не может принимать решения второй момент правительство не защищено политически то есть если какие-то факапы случаются а они обязательно случаются то оно может попасть под там антикоррупционное разбирательство или еще как-то или в лучшем случае его снова распустят то есть политическая самостоятельность и политическая ответственность и политический мандат который базируется на парламенте это легитимность правительства она позволяет ему быть эффективным в нашей системе когда этой самостоятельности нет правительство как правило понимая что определенные решения сложные или они идут в разрез интересам других финансовых или иных групп которые вокруг президента и они больше предпочитают в этих условиях увеличивать расход национального фонда откладывать решения потому что сложные решения за них надо нести ответственность а с ответственностью у вас нет политической защиты можете загреметь за решетку то есть вот это дисфункция исполнительной власти парализованная сверхполномочиями президента это установил Назарбаев и если посмотрите кто читал газеты ну вообще кто интересовался новостями последние 30 лет посмотрите что какое правительство было крутым эффективным и так далее для них какое я читал ваше интервью все таки Кожегедина потому что тогда Назарбаев доверился ему Агижану Макжановичу поскольку он сам не разбирался в бизнесе но понимал что рыночные реформы нужно сделать поэтому там была команда которая все-таки худо-бедно но реформы начала некоторые да и к чему это вылилось смотрите когда вот другой момент хорошо что вы это затронули если премьер становится более компетентным более публично способным выстраивать коммуникацию с общества способный создать команду которая работает на премьера а не на президента то на следующих президентских выборах этот премьер становится кандидатом в президент и у президента начинается паника что с ним делать так они выжили ну там не только это было но неважно так они выжили Кожигельдина то есть и в этой ситуации это урок был для Назарбаева в 90-х годах после этого были предприняты определенные шаги для того чтобы такое не повторялось Токаев который был премьером в свое время прекрасно знает как это все работает он всю эту ступень прошел сам и сейчас чтобы назначить серьезного амбициозного человека который может выстроить свою клиентскую сеть внутри системы этого Токаев не сделает потому что это будет напрямую угрожать его личной власти поэтому вы имеете премьера которого назначают после определенных небольшого времени работы в администрации президента премьер который не связан ни с экономикой и не имеет в этом опыт а имеет такой опыт скажем так полусиловой структуре антикора и которому ставится задача возврата собственности по снижению расходов правительства по оптимизации каких-то вещей очень весьма на мой взгляд невероятно что с таким подходом можно добиться серьезного серьезных каких-то реформ и роста экономики вы назвали антикор полусиловой структурой однако погоны генерал-электрената антикорракционные службы Олжаса Абайевича Биктернова многих напугали все тут же стали вспоминать обстоятельства прихода Путина в 99-м году ведь Ельцин сначала назначил его тоже премьером только потом объявил преемником и поэтому у нас многие считают опасным знаком назначением премьером силовика или полусиловика но насколько эта аналогия применима вот к нашим условиям ведь до истечения каденции Тукаева еще около шести лет объективно вряд ли же так долго продержится в кресле премьера вы знаете там намного сложнее мне кажется ему будет во-первых есть нереализуемые задачи о которых я говорил удвоение фактически ВВП за короткий период с учетом снижения доходов самого правительства с учетом высоких доходов населения с учетом того что инвестиции в страну не идут и с учетом того что самое главное Тукаев никаких серьезных реформ не проводил с учетом вороха всех этих проблем я боюсь Бегтинов станет тем премьером который в этот период как бы огребет максимально поскольку если он там задержится условно на 3-4 года это будет период перед под конец мандата президента Тукаева мы сейчас не знаем останется он будет продлевать свое президентство или будет выискивать другие ходы для того чтобы эту власть или формально передать преемнику но важно то что в этот период от всего негативного груза будут избавляться и вот хронологически Бегтинов не в то в окно попадает безусловно если какие-то выдающиеся достижения покажет но как я уже сказал эти достижения невозможны в этой системе поэтому я думаю что он будет расходным примером в пятницу 9 февраля Ужас Бегтинов провел совещание по вопросам реализации поручения Токаева и в свою очередь сам поручил правительству следующее Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов не имеющих первостепенного значения никто не должен солить деньгами также он дал задание практически заново переписать проект налогового кодекса изменив его философию следует учесть мнение экспертного и бизнес сообщества налоговый кодекс должен стимулировать бизнес активность мотивировать к укрупнению бизнеса а не наоборот оцените первые шаги нового премьера я думаю симптомы о которых им говорили и в том числе президент и его администрация о проблемах экономики и вот в части налоговой системы то да здесь действительно есть большая проблема но мне кажется то что они пытаются сделать никак не связано со стабильностью и гибкостью налоговой системы которая должна с одной стороны создавать максимальную прозрачность и показывать что налоговая система это не та структура которая подавляет деловую активность то есть вот вот этого крена в изменении этой системы не видно с принятием или с изменением налогового законодательства это не изменится насколько мне известно даже не разработаны серьезные инструменты которые позволят этой системе стать более прозрачной простой и понятной да снизить любые формы которые могли бы использоваться налоговыми органами для давления на бизнес вот эти все болезни которые сформировались годами они сейчас неисправлены и вот из того сообщения о котором которое вы зачитали процитировали точнее совершенно это непонятно ориентировано ли оно серьезно изменить подходы государства к формированию налоговой системы которой бы субъекты бизнеса доверяли а не надзорным органам которые бы прессовал бизнес и не мешал ему развиваться это одна сторона другая сторона по сокращению расходов действительно это острая проблема и здесь еще не сказано о другом на период бектенова придется инициатива по увеличению налогов то есть это значит граждане будут тратить больше на те или иные вещи связанные с НДС второй момент это снижение субсидий это связано то есть в Казахстане очень многие сферы вот мы сегодня обсуждали газ многие сферы субсидируются и субсидируются потому что у населения низкая покупательная способность вот если эти программы субсидий будут убирать если иное понимание как они могут предотвратить всплески социального напряжения и протестов с одной стороны если понимание как повысить доходы населения которые формально растут но съедаются инфляции и из-за того что все ориентировано на импорт на этой стране ничего не производится и серьезных стимулов в этом отношении в экономике не соответствует то есть короче говоря задачи там серьезные и это не просто решается поручение здесь должна быть четкая программа которая показывает в какой-то срок мы сделаем это в какой-то срок мы сделаем это вот у нас есть четкие критерии по которым мы будем оценивать как там мы будем реформировать налоговую систему и так далее и так далее то есть вот этого нет есть расплывчатые поручения которые Тукаев говорил в прошлом году в сентябре во время своего выступления а потом еще возьмите 22-й год и он там тоже говорил об этом и вот за два года ничего не изменилось Тукаев сам себе не ставит никаких сроков он эти сроки достаточно расплывчато ставит правительству правительство как я уже сказал не имеет ничего под собой никакого мандата и легитимности чтобы это изменить и проводить серьезные реформы и вот мы как бы застреваем в этом лимбе где страна пребывает последние 20-30 лет так что я скептически настроен что это серьезно что-то сдвинется даже коммуникация с обществом которое выстраивается она достаточно кондовая то есть там вам говорят о каких-то прорывных вещах о суперкомпьютере но вы не понимаете достаточно прагматичные шаги со стороны правительства и никто не может это объяснить какими темпами это будет сделано парламент при этом орган который должен все эти законы разрабатывать и опираться на мнение разных групп интересов как будто бы полностью отстранен этой дискуссии нет посмотрим какой будет переписанный налоговый кодекс как там изменится с философией соглашусь с вами по поводу дорожной карты с четкими датами да то есть темпы должны быть обозначены и сроки должны быть обозначены спасибо вам за ваши комментарии до следующего воскресенья а вы уважаемые зрители и слушатели подписывайтесь на телеграм-канал Альжанов а также на аккаунты Димаша в инстаграме и фейсбуке ссылки оставлю в описании к этому ролику не забывайте подписаться на канал гиперболей кто еще не успел этого сделать нажимайте на колокольчик для получения уведомления о каждом нашем новом выпуске ставьте лайки пишите комменты размещайте ссылки на это видео в своих социальных сетях чатах мессенджерах и пабликах и я всегда в конце каждого выпуска выражаю вам искреннюю признательность за помощь которую вы оказываете каналу Коп Коп Рахмет огромное всем спасибо вы с Бергемиз мы делаем гиперболей вместе донат послать проще всего через QR-код в углу вашего монитора а также на номер телефона и номера банковских карт Халык и Каспий Голд зарубежные подписчики нас поддерживают по системе международных переводов PayPal все ссылки номера и реквизиты вы найдете внизу в описании к этому ролику в понедельник вы увидите вторую часть интервью с Булатом Абиловым которое посвящено убийству Алтенбека Сарсенбаева первая часть вышла в пятницу 9 февраля сегодня 11 февраля исполняется ровно 18 лет со дня того злодеяния а во вторник 13 февраля я готовлю для вас традиционную программу Бызбергемес на этом я с вами ненадолго прощаюсь Сау Бонус Дар Сау Бонус Дар